Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампы, из Финляндии. Ну и если начать это видео с песни А я сошла с ума, а я сошла с ума, как пела Фрэкинбок, сейчас, наверное, многие выключат телефон и скажут Ну это-то точно не в себе, что уже поет с утреца. Нет, народ, я расскажу все по порядку, ну и начну с того, что Я уволилась из дома престарелых, к нам пришла вот такая, да, я ее называю Держимордой, королевишная, не писаная Ну и когда я уволилась, вот такой слух прошел, что она выживает всех себе неугодных и наберет только тех, которые будут вот перед ней стелиться Ну и так как она выучилась на начальника смены, никакая не проблема выжить людей Ну меня выжить она не успела, пока она путешествовала, я вот взяла, как говорится, больничный на две недели и уволилась сама То есть я сразу почувствовала, что пахнет паленым Ну и финны никогда не будут подписываться, если какая-то вот такая провокация, человек решил собрать на вас какое-то досье и подписать, что ну вот она не исполняет все свои обязанности и так далее И так далее, финны вряд ли будут подписывать, потому что поймут, что это подлог, что это неправда и так далее Ну много есть не финнов, которые работают и я в каком-то видео говорю, что я всегда боюсь вот этих женщин из Азии Они по-фински говорят синами на апельсина, то есть очень плохо Вот единственный народ, с которым ну никак нельзя подружиться и никак нельзя с ними найти какой-то контакт То есть вот от них можно ожидать все что угодно И почему я говорю вот так, много раз мне пишут девочки, которые сейчас на практике и действительно говорят, что очень тяжело найти вот с такими людьми контакт Они сидят в своей компании, едят в своей компании, говорят на своем языке Там ты не понимаешь просто как ни слова Если люди говорят на английском, на немецком, можно уловить хоть какое-то слово Ну вот когда говорят эти люди, и они могут подмахнуть, не прочитав, им как говорится пофигу веники Если уволят с одного дома престарелых, ну они пойдут в другое И у них вот эта уверенность в себе, это вообще конечно дно Когда я первый раз услышала вот эту фразу, что нас финское правительство пригласило в Финляндию работать Вот посмотрите, насколько эти люди уверены в себе Нам, конечно, до этого, ну просто нет, нет, конечно, мы такое не умеем сказать Вот они действительно люди уверены в себе Поэтому бояться, конечно, нужно их Ну и так как я уволилась сама, я, как говорится, никому ничего не обязана объяснять И когда я пишу резюме, я, конечно, пишу, что я сама уволилась Никаких вот таких, знаете, как говорится, объяснений, что почему, да когда, да когда вы приняли это решение Уволиться и так далее Уволилась и уволилась И, как говорится, нет проблем Единственное, 45 дней нужно отсидеть на карантине После этого ты начинаешь получать пособие по безработице И, пожалуйста, не пишите мне, что Ой, вот у вас Финляндия, вот у нас везде такое может случиться И мне сейчас девочка писала, Оля, слава Богу, что у вас хоть есть пособие по безработице У вас хоть за вас заступается профсоюз Да, действительно, если какая-то вот такая прямо вас уволили без какой-то причины, например Да, в профсоюз можно написать и даже в канцлию президенту тоже можно написать Это никакая не проблема, то есть в Финляндии это все око, то есть нормально Ну и вот эту девушку уволили, пришла старшая медсестра и сказала, что ее племянница хочет вот к нам на отделение И я хочу, чтобы ты уволилась, я возьму свою племянницу на твое место Ну и фыркала, фыркала, фыркала Ну и пойди ты ругаться А кому ты пойдешь ругаться? Все сплетено, все взаимосвязано Везде вот этот блат Ну говорит, а что я могла сделать, если бы начала показывать свой гонор, меня бы уволили по статье А это как по статье бы уволили, потом наверняка в регистратуру бы не взяли карточки выдавать Ну и ей пришлось уволиться на раз, два, три Да, вот эта старшая медсестра подкатила к ней, что возьмет свою племянницу на это отделение Ну и хорошего места не найти Взяла у всех в долг, вот такое сообщение девочка мне написала Дала взятку и пошла работать вот на отделение диабетиков То есть, конечно, да, хорошее место найти можно И когда мне пишут, ой, ну у вас-то в Финляндии, а вот у нас, ну вот пожалуйста, что у вас Да, конечно, могут выжить просто на раз, два, три И я думаю, что действительно, все, что вот эта девушка написала, что ее так, как говорится, подкатила старшая медсестра Все это правда, я верю, я не думаю, что это придуманная история И то, что взятку пришлось еще давать Можете себе представить, в какие долги эта молодая девушка влезла, чтобы получить хорошее рабочее место Нет, в Финляндии взяток давать не надо Если ты место нашел, тебя возьмут точно так же, вот как говорится, в порядке живой очереди Помните, хороним в порядке живой очереди Вот тут точно так же Ну и теперь, конечно, все должно быть вот так Всегда смотрят, что какой ты пятого или ты не пятого Что ты справляешься, не справляешься И на последнее место ставится, кто ты пацана по национальности Раньше была Грава первая, ты писал имя, отчество, год рождения и так далее, национальность Теперь национальность много раз, вообще последняя Потому что, ну, национальности теперь в Финляндии столько, что, конечно, ничем не удивить Ну и много раз теперь спрашивают, Суомик или Тайду, если ты родился не в Финляндии Что ты должен предоставить справку о твоем финском языке Потому что люди пишут много раз, Суомик, это очень приличный финский язык Но они, когда приходят на собеседование, ну, просто не понимают, о чем люди спрашивают И глаза по две копейки, конечно, да, финский тоже здорово бы, чтобы был Ну и почему я так радуюсь, вы, народ, не поверите Когда прошел слушок, что она выживает всех и неугодных Она выжила старшую медсестру Ну, меня выживать не надо было, я уволилась сама Но со старшей медсестрой ей пришлось повозиться Она ходила с ней в бассейн на Везе Йокс вот такой заниматься в воде И выпытывала у нее целый месяц, что еще можно было подстроить Ну и та поняла, откуда ветер дует Да, конечно, она уволилась тоже на раз, два, три Потому что подставила бы она ее И вообще костей не соберешь Вот действительно, ты никогда не знаешь Одна змеюга может портить весь коллектив Ну и когда я ее встретила в призме Я вообще не поняла, что это она Я смотрю на нее, она смотрит на меня Стеллаж салатов И у нее в руке большая розетка салата Я смотрю на нее, думаю, ну, вроде вот лицо знакомое Но я не понимаю, кто это И она смотрит на меня Точно с таким же выражением лица Что неужели ты, мерзавка, еще вот так стоишь тут со мной И пытаешься меня разглядывать И только потом, через две секунды У меня включилась лампочка Что вот это держи морды, оно и есть Я не знаю, может быть сейчас мне кто-то напишет Оля, это вы радуете, что человек так поправился Ну ее разнесло просто на раз, два, три У нее на лице и так купероза Вот такое красное лицо, как после парилки А тут у нее видно какая-то Ну я не знаю, как это называется Рожа, по-моему Вот когда такое лицо У меня рожистое воспаление было на ноге Я лечила эту рожу, наверное, год Вот она все время воспалялась Давали антибиотики, давали крем Крем был кортизон, не кортизон Чем я только эту рожу не мазала И когда я пошла уже к платному врачу Мне врач сказал, во-первых А, вам надо успокоиться Рожа много раз выпадает или выступает у человека на нервной почве То есть, когда вы успокоитесь, ваша рожа вот, как говорится, сама пройдет А у нее видно тоже вот этот нервняк Что они переехали, ездить далеко Машину у нее нет Машину она не водит Это все на автобусе И, как говорится, рабочее место Вот так нужно держаться Она хочет быть руководителем группы Смены вернее И, конечно, вот все наверняка У нее, наверное, рожа на роже и выступила Ну, сейчас наверняка точно мне напишут Оля, какая вы мерзавка Что вы так рассуждаете Ну, я всегда говорю Нельзя людям делать плохо Нельзя Потому что, ну, отольются кошки-мышкины слезки Нельзя делать Ну, тебе сейчас может быть хорошо Но тебя потом может тряхнуть так Что ты просто костей не соберешь Нельзя людям делать гадости Ну, и когда я встретила в ТОКОМАНИ Женщину, которая работала в этом доме В престарелых ночью Она меня окликнула Я всегда так, когда слышу свое имя Думаю, ну, кто, 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 кто Меня пытается окликнуть Ну, вот, женщина это стоит Ой, привет, привет Как дела? Ты работаешь или ты еще дома? Я говорю, слушай, я безработная Вот пытаюсь найти место Куда возьмут меня на два дня Суббота, воскресенье Только хочу работать Не хочу работать целый день То есть вот такая система Она говорит, да, да, да Наверняка тоже эти места есть Я говорю, а ты еще ездишь туда Сейчас вот они переехали Она говорит, нет, уволилась Сразу, когда узнала, что действительно переезжаю Нет, конечно, никаких поездок на другой конец города Нет Я, говорит, ушла на пенсию Я говорю, ну, я так и поняла, что ты на пенсии Потому что мы с тобой обсуждали, что сколько тебе лет Ну, и вот такая женщина, что она слышала, что я тоже уволилась Я говорю, а ты видела? Я поставила тогда в наш подчап в группу сообщения Что я работаю вот такого-то числа последний день Что приходите попрощаться И я приносила конфеты Она говорит, да, да, да Видела, видела И сообщение успела прочитать Пока это сообщение начальник смены удалила Я говорю, ну, здорово, я успела послать Как говорится, все люди знали Что вот действительно я уволилась Чтобы про меня там ничего, никаких слухов не распускали Зачем распускать слухи? Я написала, что я сама уволилась и так далее Ну, вот мы с ней постояли, поболтали Она мне пожелала хорошего Рождества, Нового года, жизни и так далее Вот так мы с ней расстались То есть, представляете, люди, которые Вот я работала с ними сколько? Четыре месяца Да, она у нас делала ночную смену То есть, встречаемся, обсуждаем Ну, постояли, посмеялись, как говорится И пошли дальше То есть, люди, которые говорят Ой, вот так тяжело подружиться на работе Ой, так тяжело найти каких-то финок на работе Как тяжело вот узнать, кто хороший человек Или кто плохой Народ, да, это нужно, конечно, чувствовать Людей много раз мы чувствуем Вот какая-то есть, вот такая, знаете, как говорится Внутренняя энергия, которая притягивает Или наоборот, ты смотришь на этого человека Думаешь, господи, помилуй, ну к этому вообще Лучше вообще не подходить Ну и почему я вот так издалека зашла Да, и она еще поправилась Просто разнесло ее, да, как на дрожжах И она худела перед свадьбой Ну, видно, замуж вышла и решила Чуть-то я буду худеть И дай-ка сейчас я опять поправлюсь То есть, ее разнесло просто непонятно Ну и вот, какой коммент я получила Я отрывками, как говорится, вот так расскажу Значит, девочка учится сейчас на практике И там она не является ее охья То есть, она не наставник Она вот такая медсестра Которая себя пытается Пытается быть вот такая Аммад Тилайнин То есть, профессионалом И орет на всех и на вся Много английскоговорящих немцев На практике и так далее Ну и вот она, что как быть Что с ней делать Если бы это случилось в России Я бы ее, конечно Там мой характер, я бы с ней разобралась На раз-два Но в Финляндии живу три года И языка еще такого нету Ну и я этой девушке ответила Держись, моя хорошая Нужно доучиться всеми путями Получить диплом и искать достойное место Не лезь на рожон Все равно она будет права Вот действительно, этот коммент Опять Ну видите, нет, не фокусируется У меня камера на вот это Она будет права Терпение, включай дурочку Вот про это тоже я хочу рассказать И пытайся найти ее слабое звено Может она любит лезть Вот такие советы я дала этой девушке И, конечно, в том плане Что нельзя лезть на рожон Ты все равно будешь неправ То есть вывернуть ситуацию так Что ты неправильно поняла Ты неправильно сделала И, конечно, если она финка И она вот такая, да, еще властная Она и работает там много лет Повернуть против вас Я вот почему говорю, что не надо никогда лезть на рожон Наоборот Как бы включать дурака Если она что-то вам говорит И ждет, что вы ответите или не ответите Всегда можно, как бы, знаете, такое удивленное лицо То есть всегда, вот, знаете, включайте дурака То есть как будто вам Ну да, да, вот, да, да Ну да, буду знать Ага То есть вот такое Никогда не пытайтесь доказать Если она что-то даже говорит неправильно Что ты не права Нужно вот так Она звучит или вот так Ну и, конечно, пытаться найти ее слабое звено Если она вот такая неадекватная, скажем так Как можно орать на рабочем месте Ну это вообще не входит ни в какие рамки Я вообще удивляюсь, что такое может быть Но, может быть, она орет Никогда, что никто не слышит Потому что если вот такое сплывет Что она повышает голос И пытается на вас как бы вот так надавить Это всегда карается, скажем так Ну вот, очень странно она себя ведет Значит, она чувствует власть И она пытается вот таким громким голосом надавить Потому что люди, когда на них кричат Сразу теряются Многие теряются Многие пытаются, знаете, как бы еще меньше быть И тише воды и ниже травы И действительно вот надавить громким голосом Многие пытаются Но, опять же, всегда нужно все записывать Пожалуйста, не ленитесь Вот вы пришли домой с практики Взяли чистый листок и просто накидали Что вы делали, когда вы делали Во сколько времени вы делали Если у вас не было кофейного перерыва Это тоже нужно написать Если у вас был обеденный перерыв 20 минут А вам дали только 10 Потому что кого-то нужно было мыть Или поднимать или так далее Все нужно записать Потому что если что-то случится И начнется какое-то разбирательство У вас сразу есть черным по белому Показать, что вы никакой не вот такой тунеядец на работе Вы выполняли все свое Ну и, конечно, нужно об этом Обо всем рассказать вашему наставнику И спросить у нее мелипиды То есть ее, как она к этому относится И если наставник вот с этой, которая кричит заодно И она скажет, что чей-то вы придумаете Да вот такого быть не может Да вы сами виноваты Поэтому она на вас кричит Значит, вы прекрасно знаете Они заодно, с ними связываться не надо Получайте диплом Делайте глаза вот такие по 2 копейки Получайте диплом и адью То есть, конечно, нужно искать адекватное место И многие наверняка там не задерживаются Если действительно вот такая Там королевишна, которая рвет на вас когти Ну и, конечно, нужно быть похитрее Да, я не боюсь этого слова сказать Похитрее тоже нужно быть Если вы найдете вот у этой, которая Старшая медсестра слабое звено Что она любит? Любит она под халимаш? Или она любит, чтобы действительно Вот вы стояли и молчали И никогда не оправдывались Или наоборот Какую-то, знаете, на агрессию Еще больше агрессию Нужно найти слабое звено Ну и, конечно, если она вот такая Знаете, как это, самодур Помните, как из служебного романа Самодур Вот нужно, конечно, к ней пытаться Найти вот этот подход Ну и, конечно, лезть никто не отменял Почему бы не похвалить Можно просто сказать Что Что вот мне как повезло Что ты у меня вот такой начальник И помогаешь мне И учишь меня И так далее Может, действительно Она сделает шаг назад И скажет, что Да, вот И найти изменится К вам отношение Просто на раз-два-три Мы никогда не знаем Что у этой Что у нее в голове Может, действительно Какая-то трагедия Муж бросил Ушел К молодой Красивой И она после этого Ненавидит всех Молодых Красивых Вот, действительно Вы никогда не знаете Что у этой тетки В голове И если она еще Такого вида Да, как говорится Прощай, молодость Может, действительно Муж бросил И ушел Вот к такой Молодой Красивой И она на всех На вас срывает Вот свою Как говорится Эту злость Да, конечно Нужно быть похитрее Поумнее И самое главное Не лезьте на рожу Не доказывайте Не пытайтесь объяснить Особенно Если финский Очень плохой Вы не сможете Объяснить так Чтобы она поняла Ну и, конечно Не говорите Ничего лишнего Потому что Вот это все лишнее Повернут против вас Нет Я думаю Что ругаться Бесполезно Как говорится Хороший пример Я Я когда почувствовала Что пахнет Жареным Уволилась на раз-два-три И не жалею Ни разу И, конечно Если бы я не уволилась Еще неизвестно Что бы там против меня Придумала Вот это Держи морда Ну и я послала Сообщение Своей подруге Я смеюсь Не могу Но как вот Не смеяться Над собой Народ Ну вот вы напишите А вы бы Если вот Своего врага Увидели Вот такую Которую Разнесло Она Больше вас Два раза И вот такое лицо Ну вы бы порадовались Может быть Действительно Грех радоваться Может быть Человек Как горе Но вот Как Как еще Не радоваться Ну и я послала Сообщение Своей подруге Что Видела Видела Эту Да Да Видела ее В призме У салатного отдела Обалдела Что А что Она Есть салат Пытается Похудеть Ну и Моя подруга Написала Сила Сюэ Межеле Энку Ла Их Метеле Ну она Написала Мне Что Не удивляется Что ее Так Разнесло То есть Она Ест все Подряд Ну да Можно Конечно На Рабочем Месте Есть салат И изображать Что вот Я такая Все Худею Худею А приходить Домой Варить Макарон Кастрюлю И ложкой Прям Эти макароны Из кастрюли Есть Да У меня Такая Была Знакомая, которая взвешивала мужа, и он перед тем, как прийти домой, всегда заходил в эр-киоск и ел французскую картошку с колбасками. И когда приходил домой, она вот так вот всегда принюхивалась, что не пил, не ел, не курил, и конфет тоже не ел, никаких ментоловых конфет и так далее, и так далее. И вот все эти смузи, то есть эти все смузи, здоровая еда, ПП, конечно, он ее бросил и нашел обыкновенного человека, который, знаете, как говорится, ничто не чуждое. Вот здесь может быть то же самое. На работе она играет из себя, что она худеет, вот она худеет, она вся такая ПП, да, здоровая пища, а домой приходить и есть все подряд. Ну, не может человека август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декрабрь за 5 месяцев ее так разнести, если действительно она только на салатах сидит. Ну, и, конечно, я хоть и прикалываюсь, хоть и вот так пою, что я сошла с ума на рот, вы, конечно, тоже делите на 2, а то и на 22, что я рассказываю. Конечно, что-то в ней не та е, а может быть, действительно ее тряхнуло, потому что сколько людям она сделала гадость, конечно, все это должно когда-то ей отлиться. Не можно, нельзя всю жизнь делать людям гадости и потом ходить, чтобы лицо блестело и все было вот так красиво, и волосы блестели, и все так шикарно. Нет, конечно, это все не просто так, скажем так. Да, ну и, конечно, я расскажу всегда в конце видео, что на мне. Народ, посмотрите, как меня в этот раз Тула покрасила. Тула писали мне, что, Оля, когда вы пойдете покраситься, и я писала ответ, что, народ, я пойду перед Рождеством. В этот раз я Туле сказала, пожалуйста, сделай мне больше белого. Прошлый раз был слишком темный цвет наверху, и мне не нравится, когда вот эти первые пряди темные. Ну и все равно свой цвет у меня внизу, я вот так сейчас покажу, чтобы кто-то, помню, спрашивал, что, Оля, пожалуйста, покажите, потому что я хочу покраситься так же. То есть у меня темный цвет внизу, а сверху прядочками. И когда Тула накладывает, она накладывает вот так, а следующий раз будет вот так, то есть через раз в другую сторону, чтобы не было вот такого, знаете, прямо, что у меня покрашено прядочками. То есть, ну просто вот, как говорится, чтобы было видно. Мне хочется, чтобы все-таки было натурально. Волос у меня нет копны, поэтому за волосами нужно ухаживать, и не так, что раз в неделю я там что-то на, вот пытаюсь с волосами сделать. Конечно, хочется им дать отдохнуть. И длина вот такая меня устраивает только из-за того, что я делаю кичку дома наверху. И если я пойду работать, конечно, тоже ни с какой распущенной косой я не смогу работать, и с хвостом тоже не смогу работать. Должна быть кичка вот такая, действительно, если ты наклоняешь голову или что-то, волосы не должны ни по спине быть, ни в лицо, ни никуда и ничего. То есть кичка это самый оптимальный вариант. Я такую кичку показываю, у меня есть шорт на канале. Ну и помните, я заказывала из Питера фирма Фит вот эти красивые весельки. Многие помнят, что я обожаю вот такое блестящее, блестящее. Да, конечно, много раз хочется еще что-то купить, рука прям тянется в магазине. Но потом, прочитав аннотацию, из чего сделано и так далее, я понимаю, что нет, конечно, такое мне не надо. Лучше сэкономить и купить что-то вот такое, как говорится, более приличное. Ну и еще большой гардероб у меня, я всегда тоже смеюсь, зачем покупать новое, если я имею большой гардероб. Ну и это платье многие помнят, я заколола опять вот этой брошкой только из-за того, что здесь очень большое декольте. И я заколола для тех, кто скажет, чей-то вы сидите, и лямки от бюстгальтера тоже видны. Надо сделать вот так, чтобы, не дай бог, никого не обидеть. Ну и с чувством юмора, пожалуйста, давайте отнесемся к этому видео. Не пишите, не оскорбляйте никого. Ну и этой девушке, которая написала мне коммент и про молодого человека, там было приписано, я вам еще раз говорю, народ, держитесь, держитесь, у вас все будет хорошо. Но опять же, какой мой совет, не лезьте на рожон, получайте диплом, и потом этой, которая на вас орет, можете показать пятую точку. Да, конечно, никогда не надо вот так себя давать, унижать. Но с другой стороны, к сожалению, такое есть и было, и будет. Вот такие самодуры есть, и мы никогда не знаем, что у человека, почему он такой злой. Действительно, может там что-то быть вот такое. Муж ушел к молодой, красивой, и поэтому она срывает на вас свою злость на молодую и красивую. Так что давайте так, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И даже не думайте, в вас проблемы нет, это проблема в нее. И когда-нибудь ей все это отольется. Вспоминайте вот эту мою держи морду с работы. Ну просто человека разнесло на два раза, и лицо такое тоже непонятного цвета. Так что вот так, я радуюсь на чужом горе, сейчас мне, конечно, напишут. Ну а вы бы не порадовались. Вот напишите, потому что я такая мерзавка, а вы все такие хорошие. Хорошие, кто мне пишет, что вот я такая, да, только белая, пушистая на камеру, а в жизни я совсем другая. Народ, я и в жизни точно такая же. Я говорю как есть, придуриваться мне не надо и притворяться тоже. Жизнь такая длинная, она все расставляет на свои места. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампера, из Финляндии. Всех с Рождеством, всех с Новым Годом, но и всех еще с Российским Рождеством. Три раза можно гулять. Здоровья всем, не хворайте.